Приветствую! Давай поговорим! Вижу смысл, поэтому придется нам как-то день здесь, потусоваться еще. Так, у меня канистра там на руках, у меня здесь выверт лежит, но она его, наверное, все-таки дотяну до деревни. Сколько он там, радиация у него, а? Дотянем мы не этого, друзья. Так, чтобы меня не убило, блин. Радиация плюс два. Дотянем, я думаю, да? То есть ждем еще один день, еще одну ночь, сидора выщемляем. Упаковываемся полностью, да, препаратами, и потом только двигаемся на свалку. Там квесты такие, что все это должно быть на руках. Так гулять я не вижу смысла. Так что придется нам как-то, ребят, еще одну серию потерпеть, блин. Ну там, я думаю, не особо-то и это, да, что там потерпеть, блин. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Походим, постреляем. Тут день быстренько пролетит. К вечеру, да. Может, что найдем, там выброс вроде как должен быть. Скоро. Еще артефакт поднимем, блин. Сидору наменяем уже. И, то есть, когда у нас будет все в шоколаде, блин, тогда только будем на свалку двигаться. Лиса, кстати говоря, там еще тоже нет. Кто там писал? Иди скоро лиса подлечи. Чтобы лиса подлечить, нужно квест на кейс получить на огром. А этот кейс прилетит чуть позже, когда сообщение, да, появится от Сидорка. Ну, то есть, все вы знаете, что я объясняю. Просто кто там, это... То есть, сейчас никакого лиса там нет на той территории. Лис появится позже, гораздо позже. Когда мы после свалки с огнеметом разрулим, блин. Когда получим от Сидора задание, вот тогда и лис появится. Так что, мои дорогие, придется эту серию накантоваться вот таким вот образом. Собачек стрелять, блин. Гулять я никуда не пойду обратно в этот... В кишку. Мы там все осмотрели. Будем вот тупо вот здесь вот погуляем быстренько. Постреляем. Дождемся Сидорка, упакуемся и со спокойной... Кстати говоря, тозик, наверное, Петрухе тоже скинем. И потом только со спокойной душой будем двигаться на свалку. Там уже упакованный я буду, да, спокойно, размеренно. И Юрику поможем. У меня, кстати, говорит, лапа бюрера канает в нычке, да. Мы же сняли в кишке. Так что и всем остальным поможем. Там еще какой-то квест от бандосиков. Плюс огнеметик от прапора. Ну и все, что там связано. Просто помните, да, там квест в туннеле за МПшным. Нет смысла сейчас идти там. Мы его просто не снимем для Юрика. Там минимум три антирада надо. А еще говорят, что в этой версии, по-моему, еще сложнее снять этот МПшный с туннеля радиационного. Поэтому идти просто так вот гулять сейчас туда не вижу никакого смысла. Мы Юрику поможем. Артефакты есть у нас. Но МПшный достать не сможем. Потом со свалки свалим. Юрика какая-нибудь падла сожрет или завалит, блядь. Ну сами знаете, что такое сталкер. Мы отвалим, да, он там где-нибудь присядет, какая-нибудь псевдособачка нарисуется, его за жопу схватит, и он сдохнет, блядь. И все пропало, медным тазом накроется. Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому мы что делаем? Мы дожидаемся упыря Сидоря, тянем его за хобот, наращиваем медикаменты и чувствуем себя в порядке, бля. И только после этого, со спокойной, еще раз повторяю, душой и здравым, так сказать, рассудком двигаемся на свалку. И там, так сказать, разномеренно, то есть целенаправленно преодолеваем все квестовые линии, какие там есть, блядь. И Юрику, и бандосикам там что-то по ружью, да, нам переход на болото нужен. Я, кстати, не знаю, где находится. Тут, в принципе, если знаешь, можешь и так нырять. Но я-то не знаю, где находится переход. Поэтому и на болото нам сейчас не судьба попасть. Целенаправленно я там не смотрел. Мог посмотреть, конечно, в гиде, да, где находится переход, сейчас бы нырнули на болото. Но я этого не делаю. Мы сами получим переход по правде, блядь, по сути, блядь. Нарастим ружье, получим переход и только потом пойдем с вами. Не, переход нам Сидор, по-моему, дает. Ну, не важно. В общем, в целом, по сути, все сделаем. Никуда не смотрим, ни в какие гиды. Мы выживаем так, как есть, по реалу. И, соответственно, что я хочу сказать. Поэтому нам предстоит только здесь жопу рвать. Эту серию предстоит только здесь наводить шороху. Как-то так, мои дорогие. На свалочке мы с вами сделаем все красиво. Наберем медикаментов, блядь, аптечек. У нас артефакты есть. Пузырек скинем у него. Купим часы. Ну, все, что надо, возьмем у него. Не то, что часы вообще. Так, давайте побыстрее, чтобы у меня радиация появляется. И будем действовать нормально. А так сейчас идти, там, блядь, что-то наводить. Просто так гулять на свалке. Еще раз говорю. Потом свалишь оттуда, да, обратно придешь. Юрик сдох. Этот, блядь, куда-то потерялся. Третий куда-то там накрылся медным тазом. Нам это надо. Нам это не надо. Поэтому ждем упори осилы равны. Тянем за хобот и наращиваем все, что надо. Упакованными идем на свалку. А здесь чем? Ну, здесь я не знаю. Сейчас нам только остается мутантов гонять. Может, артефакт какой найдем еще. На ту территорию сходим. Лиса, еще раз говорю, тоже не канает. Лис появляется после того, как квест получим на кейс на Агро. Все вы должны знать. Кто там пишет, иди лису помоги. Лиса сейчас нет, епта. Какой лис? Лис появится позже гораздо. Лис появится, когда нам Сидор нарисует квест на Агро по кейсу. Сейчас-то этого квеста нет. И Сидора тоже нет. Так что там никакого лиса на той территории нет. Нам сейчас только остается, я не знаю. Просто тупо гулять. Даже заняться нечем. За кадром я это мог бы сделать, да, не показывать. Но тогда и серии бы не было. Поняли, да? И вышла бы она еще очень не скоро. А так, соответственно, кто ждет сталкера, я пилю все, что снимаю, все, что наигрываю. И, соответственно, вот такие вот вроде как беспонтовые телодвижения придется нам тоже выкладывать. Таких серий тоже будет много. Так что, мои дорогие, как-то так сразу настраивайтесь на прохождение в таком ключе. Ну, как бы сами себя настраивайте. Тут и сравнивать не надо ни с кем. Кто как проходит там квестовые, только показывает. Это пусть молодцы, дай бог им всем удачи. У нас свой подход, своя кухня. Все, отлично. Мы в деревне новичков. Сейчас выверт надо быстро скинуть. Это что-то у меня радиация. Мама не горюю лупит. Ну, и, соответственно, что-нибудь сейчас придумаем. Я еще даже и не думал, на что этот день убить нам. Тупо пойдем, наверное, на охоту по мутантам. Покромсаем там хвостики. Потом еще дроби наколотим на этот. Кстати говоря, наверное, тозик надо будет все-таки Петрухе отдать. Он там рецепт обещал. Там ему не важно, в каком состоянии этот тозик. Скидываем выверт. Не важно, в каком состоянии этот тозик. Поэтому, может быть, нам артефакты, если какие еще найдем. Сейчас будем гулять, да? Нам, может, что-нибудь выменим себе. Это можно этот получить. Так, скидываем коняст. Этот получил. Так, антирады сразу берем. Это, да? Дробовик-каратыш. Антирад, да? Я же его не в трусы было. Три штуки. Видите, мои дорогие? Дружка и три штуки. Да, блядь, не калякай ты мне на ухо, Бармалея, а, блядь. Одно и то же тележит. Ща бы бабу помесисти. Да в койку, блядь. Помните, да, как в этом? Как в метро, да? Но это бандосики так калякали. Эти чудаки еще новички, они как бы не способны на такие подвиги. Да, у них там местная жратва, желудок к хребту прилипает. Им сейчас пока не до этого. Так, ну что, давайте думать, чем мы будем заниматься целый день, целую ночь. Нам еще надо шустрому медузу, да, притаранить. Шустрому медузу притаранить. Че минуту? Да, медузы у меня нет. Где ее взять тебе? Эту медузу даже не представляю. Медуза, кстати, редко появляется. В отличие от того же выверта, да, от кровь камням, медуза, ну, то есть, сложнее найти, в общем, это целое. Так, хорошо. Пойдемте в нычку сходим, да. Скинем все части. Все скинем. И будем гулять по этой территории. Другого варианта, мои дорогие, я не вижу. Столиком тоже все помешали. Жмотно меня все-таки. Здоровенный. Все прямо звонил. Все прямо из чашку ворчал, соком стекал. Ага, водочку. Водочку, ребят, нам надо тоже будет по-любому все у них скупить. Чуть погодя, копейка появится побольше. Все это дело мы скупим. Нам водка нужна. К тому же кузнецу, да, он, по-моему, там не меньше десяти точно попросит. Десять пузыриков, водочки надо ему будет подогнать, да. Кузнецу. Так, что там нового? Да как всегда, один из сталкеров угодил в аномалию. Ведь сколько раз говорили, нельзя в зоне без башки бегать. Ты сначала гаечкой проход прощупай, а потом иди. Так нет же, Бармалеев, все им некогда. Ну да, ты, кстати, здраво рассуждать, новичок, а? Уже научился, наученный. Так, Стасик, ну-ка быстро Сидору шуманили, чтоб он там это, булками пошевелил. Так, слушайте, может сыграть с ним? Вы мне там писали уже много раз. Я пока не могу, немного погодя, подходи, минут через пятнадцать. Не хочет он играть? Нет, все-таки мы, наверное, друзья, немного погодя с ним сыграем. Чуть будет у нас в достатке с запасом всего, потом будем играть. Это еще та жила, блядь. Там раз на раз не приходится. Сейчас перед свалкой я, наверное, воздержусь с ним играть. У нас артефакты, все, конечно, появилось. Но нам это самим нужно все, да. Там не факт, что я смогу снять с него, да. Не факт, конечно. Можем мы, конечно, и выиграть у него. А можем и остаться, блядь, в трусах в одних. Все-таки Стасик еще та же чара. Так, ладно, идем в нычку, идем в нычку. Скидываем все. И на охоту, ребят. На охоту. Заюзаем тозик до Талова. Потом скинем Петрухим. Да, полностью убьем его. Тазенский. Смотрите, сколько собачек с болот набежало, а. Как давно меня здесь не было. Сколько целая. Целая стая. Большая. Огромная стая собак. Вот она, беленькая. Она у нас самая хитрая. Хвостики выдают по одному. Беленькая собачка. Тузик беленький, да? Давайте их тузиками называть. Тузики, блядь. Пойдемте на тузиков поохотимся. Собачки, вот, давайте, кстати, классно. Точно. Новая тематика. Идем на охоту на тузиков. Тузики, блядь. А вот еще одни тузики, но только побольше, пожирнее. Помеси стерпни. Прилетели, да? Ну-ка, тузик, иди сюда. Я лапку твою подрежу, копытце. Слушай, а вот, кстати, после выброса может и здесь медузка нарисоваться повторно. Такое возможно, как вы думаете? Мне-то еще одна нужна медуза, не помешает. Кто его знает, кто его знает. Короче, они мне не дают проходу. Да нычку я доберусь на своей, нет? Заюзаем доталово тузик, да, друзья? Потом вручим Петрухе. Пусть там сам починками занимается. А мы что-нибудь сменяем. Может, там же этот есть, коротыш какой-то дробовик. Вы мне писали, блядь. Хороший. Ну, там, если посмотрим, нам в первую очередь надо антирады и медикаменты побольше набрать. Так. Вот он, еще один тузик, блин. Еще один тузик. Так, с башки подтягиваемся и лапу срезаем, да, копытца, кабанам. Ого. Смотри, у него там четыре клыка. Это не просто кабанчик такой, да, мутированный. Четыре клыка у него. Вспарывателя, да. Четыре вспарывателя. Он там тебя насадит на кукан на свой. Мало не покажется. Отросли у него клыки дополнительные. Пара дополнительных. Вспомогательных, так сказать, да. Так, ну что, тишина к нычке. Я смогу спокойно. Никто меня за жопу не схватит. Так, у нас здесь кейс, по-моему, да. Ну, в смысле, этот. Да, вот он. И лапа бюрера. Вот это вот. Лапу бюрера скидываем. Эти все. Лапу бюрера нам надо по-любасу не забыть. Мне самое главное, перед выходом на свалку снять. Так, работаем здесь. Оху, все. Смотри, я лапу подбил, блин. Тазенский вообще, кстати, лучший пока ствол на начальной стадии, да. БМ там, что предлагает Сидор. БМ, Тазенский и дробь. Коротыша какого-то, да. Тоже дробовик. Так, там эти еще мелочь, блин. Мелочь, мелочь, видите, да. Мелочь. Хорьки вот эти вот, блин. Хорьки, да. Стадо хорьков, тузиков, блин. Нас запрессуют сейчас, а, ребят. Стадо хорьков, блин. Вот заодно и потренируемся. Нам еще долго гулять с вами по тем же болотам, блин. Там знаете, сколько таких хорьков, блин, вместе с тузиками. Захотят нашей крови, а. Хорьки зубастые, клыкастые, бронь разрываем. И коцают не хуже тузиков. Так, вот он, этот хорек. Мелкий хоречек. У нас свои названия будут, блин, да. У них там тушканы, тузики да хорьки. Видите, у нас свой подход, у нас сталкер. Вообще, у них тоже. Отношение. Ко всему, да. Что с нами происходит в этом мире. Свой взгляд. Так, хорьки взбунтовались, тузики взъехали. Ерепенились, блин. Так. Смотри-ка, сотри-ка. Облезть хотел, да. С этого, блин, с другого края зайти. Окружают эти тузики тоже, блин. Слепые-то, кстати. Они слепые, но чуйка-то работает. Чуйка у них работает, мои дорогие. Вот он ползет, блин. Ага, вот так тебе, блин. Тузики. Вон еще один тузик, блин. И еще один. Ух ты. Ух ты. Это челла, блин. Так вот, вот. Так, 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 так. Так, так, так. И вот так. Сейчас мы с вами будем куралить. Куклачева, блин, со своей живностью, блин, вышел на сцену. Смотри, как я ему лапу подбил. Ну, класс. А вы говорите. Да мы тут еще медаль стулового получим. Второго ранга, блин. Смотри, как я справляться научился уже, да? Вот так вот сейчас мы еще и руку набьем. И вот нам много подвигов впереди совершают. Видите, да? Вторая пара клыков у него отросла. Вспарывательная. Дополнительная. Брюхо, знаете, как он лихо вскрывает. Кабанчики радиоактивные, да? Вроде как с головы действительно не особо-то радиация. Успеваешь осмотреть. Но это в том случае, если их не так много. Когда их, конечно, целое стадо налупишь, этих тузиковых, блин, там радиация все равно появляется. От большого количества, да, туши убиты. Думаю, радиация все равно появляется. Так, тузики, тузики. Тут у нас зона. Тут у нас хорьки. Давайте вот сюда заберемся, осмотрим. Вот так вот день проведем. Еще, конечно, такая серия не особо продуктивная в плане квестов. Но я думаю, все равно интересно будет понаблюдать мои телодвижения и камлания. Думаю, кто. Для любителей сталкера. То есть, видите, ребят, за кадром я этого не делаю. Потому что я то, что сразу же сажусь и снимаю. У меня нет отдельно времени играть. То есть, чтобы я сейчас за кадром поиграл. Потом только съемку, видео сделал. Я для себя определяю. Два-три часа на компьютер, не больше. И то в определенный день, когда у меня есть время. Поэтому, конечно, все, что я играю, то и выкладываю. Естественно, таких серий будет много. Не особо продуктивных в плане квестов. Но я думаю, это, кстати, под стать атмосфере самой модификации. Именно когда в таком режиме ты полностью видишь, как человек вживается вообще в этот мир. Соответственно, все его подвиги, все его страдания, камлания. Я думаю, для любителей сталкера довольно-таки это, в принципе, не так скучно будет наблюдать, да? Что с нами тут происходит? Вам же интересно, я думаю, правильно? Не только там вследствие выполнения каких-либо заданий. Но и вообще, в целом, да? Как я тут справляюсь? Так, ну что, давайте посмотрим, что там за тварь на другой стороне. Ну, в смысле, твари те же, но я имею в виду. Может, что-нибудь там мы найдем, какой-нибудь ценный артефакт. Снимем, да? Лиса, короче, нет еще, я вам говорил. Лис появляется после того, как прилетит задание от Сидора. То есть, он просьбу, да? Подтягивайся ко мне, накинет нам этот. Ну, как я помню, да? Должен вначале информация по кейсу на Агро. Потом только здесь, на той стороне, появляется рис, которому надо помочь какую-то там мазь нарастить, да? Доктор, короче, нам все расскажет. Но сам факт, то что сейчас его здесь нет. А давайте, знаете, куда? Туда наверх прогуляемся. Я не помню, кто там в Бандосике. Там, где у Перехода, да? Кто там вообще находится у нас? Так, давайте посмотрим, что здесь творится. Все тоже, да? Все те же на манеже. Ага, там артефакт впереди. Выверт стопудово. Пусть валяется. Даже не обращая внимания. Видите, да? Там артефакт впереди. На обратном пути его заберем. Здесь Бандосики военные не ходит никто. Он никуда не денется. Сейчас его смысл не брать. Это вывертый. То есть, да? Радиат, он радиоактивный. Мы его, когда уже обратно будем возвращаться, снимем. Так, ну что, кабанов, наверное, и тут подюзаем, да? Поюзаем. Подюзгаем кабанов. Раз такая пляска, пьянка пошла, я думаю, и здесь стоит нам расслабиться. С Тозиком это все быстро должно быть. С Тозиком все быстро получается. Да? Так, ну тут, конечно, сейчас я кучу набью. Радиация появится. Однозначно появится радиация у меня. Видите, там артефакт? Пусть валяется стопудовый выверт. Там даже по свечению я вижу. Следовательно, этот выверт надо будет снять позже. Сейчас мне смысла его не... Так, все, да? Так, снимаю. Успеем быстренько, чтобы меня радиация не лупанула. Так вот, если, да, аккуратно делать, то можно успеть все сделать. Хотя нет, ничего мы не успели. Я вот про это и говорил. Когда ты вплотную наколотил тварей, да, вот особенно кабану, нежелательно этим заниматься. Надо какой-то артефакт от радиации иметь и аккумулятор. Ну, это мы потом все осуществим. Придется сейчас этот кушать антирад. Она так не спадет уж. Она уже не спадет, ребят. То есть, потом аккумулятор мы с вами получим. Я буду использовать аккумулятор и артефакт, допустим, какой-нибудь антирадиационный. Ну, то есть, там, чтобы нам это... Так, наверное, и аптечку придется съесть. Надо эту зону быстро пролететь, блин. Таким образом, чтобы еще дозу не выхватить. Так, артефакт пусть лежит, он никуда не денется. Тут никто не ходит. Может, я с этого успею? Все, ладно, валим отсюда. На обратном пути снимем его. То есть, найдем этот артефакт, какой-нибудь минус по радиации. И в таких случаях надо обязательно его ставить. Потом только снимать лапы, срезать. Чтобы не было, да, лишней траты медикаментов. Все. Кушаем аптечку и дальше двигаемся. Дальше двигаемся. Вот таким образом мы проведем с вами день. Ну, сейчас до вечера время быстро летит. Нам где-то там до часиков 8-9, потом падаем спать. А, кстати говоря, там выброс должен быть под вечер, да? Или под вечер, или ночью. Мы в кишке один переждали. Значит, через сутки будет. Вроде как через сутки, да, тут выброс. Через сутки, через двое. Так, ладно. Завалимся свиней, наверное. Упакуем еще. Или... Да, наверное, завалимся. Все-таки свиней поюзаем. Вдруг глаз срежу, да? Так, вот обойдем. С этой вот стороны, я думаю, да? Так, 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 так. Зашевелились уже, а? Тут радиация... Ой, радиация, аномалия. Так, мы не пролезем. А, нет, пролезем, пролезем. Но там тварь, по-моему, уже на входе. Тогда с этой стороны. Тогда с этой стороны завалимся. Вот так вот делаем. Так, этого жмурика мы обыскивались в прошлый раз, я помню, да? Где там тварь? Вот она, ага, застряла. Слушай, там же канистра еще у нас. Кстати говоря. Вот эту канистру тоже надо на обратном пути дотянуть. Она, по-моему, стоп. Так, что они такие бронебойные? Давайте, наверное, вот с этого добьем. Дроби просто, конечно, тозик не особо-то езжал. А вот дроби, конечно, не хотелось бы слишком так прям расстреливать всю дробь, да? Короче, вот еще канистрочка, ребят, с которой можно поиметь копейку, да? По-моему, она с топливом. Пусть валяется здесь. Никуда она не денется. Все, уже подклинивать начинает стволь. Так, ну что за дела я не понял. Ну-ка, давай с ножа. Он застрял, бля, тварь застряла. Смотри, застрял, бедолага, бля. Че, с ножа попробую? Ну, ну, че за дела я не понял-то? Виспер... Виспер... Виспердак уже, рискованный. Смотри, а? Какая бронебная... Это, кожа у него дубленная. Пердак ей весь исколол, хоть бы и что. Ну, вот, наконец-то. Все, изрезал ее, тварь. Как ее вообще разделывают, эту тушу? С ножом даже я не могу про... про это... Проткнуть ее, а, ребят? Так, 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 так. Че дальше, че дальше? Ну, дальше, наверное, к доктору сохраняемся и наверх. Так, че там? Сталкер на янтаре перестрелял пятерых зомбированных. Возле вертолета у озера. Ну, хорошо. Да янтаря нам еще, конечно, не готовы. Какой-то сталкерок подвиг совершил, да? Зомбированных положил. На янтаре. Да, канистра с бензином. Ладно. Ладно, ладно. Ага, вообще супер, мои дорогие. Канистра с бензинчиком. Слушай, надо ее тянуть. Мы с вами сейчас еще выменим тогда этот... Ну, ее можно, знаете, что сделать? Мы сейчас не выменим, потому что я ему загнал канистру. Он еще пока не просил. А топливе, да? В принципе, я эти скинул. Можно с ней походить. Мы с вами ее оставим там в деревне новичков. Как попросит, сразу же загоним. Вот, наверное, до завтра он уже должен маякнуть нам, да? Сообщение придет. Так, тихо. Вот тут вот эта... Аномалия, как она там называется? Гадкая аномалия. Кровотечение вызывает, да? То есть он маякнуть нам должен, по-моему, уже завтра мы к нему. По топливу мы сразу же скинем, еще двушку получим и медикаментами возьмем, да? Вот так вот надо делать, а не просто там гулять, где попало. То есть упакуемся полностью, и на свалку уже будем готовы ко всем неприятностям. Соответственно, и квесты разрулим там, и Юрику поможем, артефакт там МП-шный достанем, лапу билу разогоним. И все остальное сделаем по масти. Так, видите, да? Никакого лиса здесь нет. Это рано еще. Для лиса еще рано. Кто там писал, помоги лису. Лис появится после того, как прилетит квест. Получим информацию по кейсу на гуру. Только потом у нас появляется лис здесь. И мы, соответственно, сможем ему помочь. Кстати, вот для лиса нам необходимы аптечки. Не все так просто. Прежде чем жопу рвать в НЛС, ты надо не спеша. Это сам мод предполагает такое неспешное прохождение. Тут это не получится, как мы играем в другие модификации. Бегаешь, и все у тебя по ходу дела появляется. Тут надо все продуманно делать. И, соответственно, заранее подготовленным быть ко всему. Не забывайте, лис тоже там, по-моему, попросит и аптечку, и квест у него по аптечкам был. Вот все это надо нам быть подготовленным. Выменить все это, нарастить побольше аптечек, препаратам. И, естественно, есть смысл всем заниматься. И эти артефакты искать, этих стрелять. Ну, этих стрелять, да. Тут у нас особо нет прям выгоды. Единственное то, что я только дробь опять смогу выменить у Дэна, да. Но, может быть, артефакт там уже еще один есть. Сейчас выброс пройдет. Может быть, даже еще какой найдем. Кто там наверху у нас, а? Честно говоря, друзья, я не помню, кто там у нас на переходе, а? Так, здесь мы сняли у машины, да, артефакт. То есть, у нас пузырек с вами есть. Это на продажу, да. Там, по-моему, выверта два у меня. Сейчас еще снимем. Еще там кровь камня, по-моему. Надо посмотреть, сколько у нас там вообще артефактов. Там они у нас в кейсе, да. Все в кейс я закинул. Так, чтобы нам прикинуть. Так, давайте, наверное, здесь еще все-таки сохраним. Кто там наверху. На всякий случай, да. Я, честно говоря, не помню, кто там наверху нас ждет на переходе. То есть, на аптечки, антирады. Аптечек нам вообще сейчас много понадобится. То есть, даже можно прикинуть. Давайте порассуждаем. Пока мы все равно такого особо нечего наблюдать. Порассуждаем. Вот смотрите. Один артефакт нам нужен Юрику помочь. Раз. Это первое. Далее. Я имею в виду, порассуждаем к поводу свалки. То есть, один артефакт Юрику мы помогаем. Сразу. Тут только... Не забывайте, кто там смотрит. Первый раз. Этот мод предполагает именно заранее продумать весь план твоих телодвижений. Иначе попадешь в просаг. Ну, в общем и целом, все надо продумывать заранее. И поэтому я мысли вслух. Смотрите. То есть, один артефакт у нас отлетает Юрику. Юрик попросит МПшный. Там минимум. Ну, по крайней мере, как вот я вспоминаю, по-моему, не меньше трех антирадов понадобится на туннель, да? Там, где МПшный лежит. То есть, далее, далее. Далее бандосики там нам. Квест нарисуют. Квест нарисуют. По ружью, по-моему, да? Там, опять же, нужна будет чудаку помочь аптечка одна или две даже. По-моему, даже две аптечки. Плюс на все, про все битва у беса, битва в ангаре. Там тоже, может, придется там юзать на себя самого родимого. Одну-две аптечки. То есть, минимум, блядь, десяточку аптечек, там, ну, не меньше пяти, короче, надо иметь на руках аптечек, прежде чем выходить на свалку. Чтоб на себя там родимого и помочь там всем. Юрику там, тому же, этому накинуть по квесту. Антирадов тоже не меньше пяти надо брать, блядь. То есть, видите, да? Просто так тупо идти гулять. Так, тихо-тихо, кто там стреляет? Слушай, там бандосики, что ли, блядь? Просто так тупо идти стрелять, сейчас туда выходить на свалку нет никакого смысла. Туда надо идти упакованно. Поэтому нам, хочешь, не хочешь, а эту падлу надо будет дожидаться. Сидора я имею в виду. Понимаете, да, расклад? Там, короче, кто-то шмаляет. Значит, нехороший человек там сидит. И не один, наверное, да? Давайте аккуратно подтянемся. Отстреляем там бандосы, что ли. Кто здесь у нас прячется? На этой территории. Ага, бандосик и... Так, бандосик один, какой-то чувак-сталкер сидит. Так, записка. Демуха Бубен. Бумажка. Здорово, пахан. Короче, место удобное тут. Молодняк постоянно валит. Хабар не сильно жирный. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Он еще один бандосик. И почитаем спокойно. Там, видимо, сталкер их положил. Сейчас пообщаемся с ним. Ага, бородатый, высый. Какой-то интересный чувак. Взрослый уже такой, умудренный. Не какой-то там новичок. Здесь сохраниться нельзя. Обычный, да, новичок? А такой здравый сталкер. Сейчас мы перетремся. Что там за это? Так. Хабар не сильно, да? Не сильно жирный. Место удобное. Но постоянное. Думаю, еще недельку посидим, пока не прочухаю. Первый общак ржавый поволок вчера. Остаток еще трохи насобираю. Сам притащу. А еще случай был. Пронесло тут самосвал с мертвяками. Мы чуть не усрались. Но не остановился. Слава яйцам. Сваливать нужно с этой зоны. Короче, Васька Бубин записку Борову накалякал. Но его положил сталкер. Да? Сталкер отстрелял местных. Они тут жмурили. Раздевали, короче, этих. Новичков, сталкеров, проходимцев. Этот ставили, да? На ножи. Снимали у них прибытого. Втихаря. Сейчас надо перетереть с этим сталкерком. Что он нам расскажет. Так. А что она пустая была? Почему нет аптечки? Нет ничего в этом? Почему нет в этом ящике ничего ценного? Странно. Как это так? Мы рассчитывали на большее. Так, ну че, перетрем, пойдем с ним, да? Так, ну че, бородатый. Колись кто такой, откуда, какими судьбами. Отец Диадор. Приветствую тебя, сталкер. Что ищешь ты в этом мире злая несправедливость? Опять сапожище хреновое подсовое. Кто их совестью совсем нету этих. Что это случилось? Да вот скорблю по невинно убиенным, по неокрепшим душам, впавшим в соблазн зла и стяжательства, но и радуюсь за тех, кто чувствует в себе силу преодолеть эту зимную боль и выйти на новый уровень понимания единения с разумом Вселенной. Кто ты? Способен ли принять и познать откровений? Да не знаю, не помню ничего из жизни своей прошлой. Меченым меня прозвали. Вот знак на руке. Кто вы? Может, совет какой дельный дадите или поможете мне? Не печалься по отсутствующим воспоминаниям. Придет время, все вернется. Диадор меня называй. Некоторые говорят, отец Диадор. Но я не думаю, что название что-то значит для того, кто видит внутренним зрением. Молиться буду за тебя, Меченый, ибо есть в тебе сила. Иди найди то, что ищешь, и сделай то, что должен. Таково мое напутствие тебе. Слушай, отче, а что говорит твоя религия о человеке, потерявшему память? Может, молитва есть какая? Заговор там на тот случай. Может, есть выход из положения? Что посоветуешь? Понимаю, о чем ты. В любой трудности, в которую попадает человек, душевную или физическую, искренняя молитва с истинной верой в сердце окажет помощь и сделает свое дело. Но ты не должен забывать, что в трудное положение человек попадает не просто по чьей-то злой прихоти. Он сам и является причиной своих трудностей, его грехи, его дурные поступки ведут к этому. Но это же и вселяет надежду и уверенность, ибо раз сам попал, значит, сам и выход найдешь. Есть много способов пасть, но есть один и верный путь к спасению. Ладно, ладно, я понял уже, что спасение есть. Как это религиозные деятели любят все так путанно объяснять? Пойду я, пожалуй, прощайте. Короче, какое-то проповедие. Ох, неохота мне за хабаром сегодня пустись. Мир тебе меченый. Пусть свет коснется твоей души. Свет какой свет? Я стрелка ищу. Стрелок примирился с собой, теперь он уже не тот. И ты тоже не тот, и поэтому все мы идем к осознанию своей избранности. Иди и ищи. В общем, мы в целом, ребята, даже не знаем, как нам быть с этим чуваком. Отпишите там подробнее. Может, там и появится что-то интересное, да? И что там за выжигатель такое? С этим персонажем. По-другому они говорят или брешут. Чуть немного погодя, да? Короче, здесь тусит у нас отец Диадор. Отец Диадор расправился с бандосиками. И сейчас, наверное, куда-то дальше двинется. У него там свои взгляды на все дела. Ладно, свои планы, свои вообще эти, да? Свои какие-то там установки, цели, в общем и целом. С этим мы тоже разберемся. Слушайте, уже, наверное, надо возвращаться до дома, до хаты, да падать, спать, да? Уже время по двери. Сейчас пока дойдем, все там соберем. по пути, и, наверное, будем падать уже спать. Потихоньку, да? Не, наверное, не пойдем на эту сторону, да? Или пройтись. Уже, видите, да? Время под вечер. То есть, сейчас пока дойдем, уже где-то часов, часиков восемь, девять, в принципе, можно упасть. Где-то под утро проснемся. Солнце уже заходит. Так что мы с вами укладываемся, в принципе. Практически протянули день. Давайте, наверное, Петрухе отдадим тозик, да? Так, 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 ребята, еще артефакт я вижу. Ну, суперский, не зря мы прогулялись. Смотрите, еще один артефакт с ними. Класс, ну, просто класс. Вывер, да? Кстати, тот вывер, блин, провалился в эту. В текстуру надо дождаться момента, а потом забрать его, просто снять не могу. Куда-то вообще подойдет. Ну, поняли, в общем, в целом. Так, давайте тогда этот, вот нам Добряк, еще один зона подогнал. Снимаем. Аккуратно. Раз. Ага, раз, не раз. Вот теперь раз. Еще раз снимаем. И спокойненько забираем. Ну, классно. Отца Диадора проведали. Артефакт. Сейчас еще канистру скинем. Наверное, нам сама судьба велит идти домой. Хватит уже мутантов гонять, да? Хватит нам заниматься. Сейчас тозик, наверное, вернем шустрому. Ой, шустрому. Петрухи. Падаем спать. И с утра занимаемся подготовкой к выходу на свалку. Слушай, может, даже в эту серию мы и выйти успеем. Посмотрим. Может быть, даже в эту серию мы с вами выйдем, да? Плюс три. Нифига себе. Плюс три у этого радиация. Валим быстрее, блин. У того плюс два, у того плюс три. Это нехорошо, честно вам скажу. Сейчас завалимся к Петрухе. Отдадим тозик. И до дома до хаты. Падаем спать, да? Еще, кстати, выброс должен под вечер быть. Там вроде сообщение прилетало. Видите? Ну, сейчас где-то примерно часиков восемь точно уже есть, да? Так, сейчас положим артефакт, пообщаемся с Петрухой. Снимем, короче, этот рецепт. Выменим из еще у Сидора. Не, возьмем этот. Калашевич на свалку. Калашевич, наверное. Ну, посмотрим. Ладно, сейчас. До утра надо дожить. То есть, тозик отдаем. Мало ли что. Не знаю, я не уверен точно, останется здесь Петруха. А то мы отвалим на другую локацию. Куда-нибудь Петруха пропадет. Лучше сразу тозик ему отдать, да? Так, скидываем выберт. Скидываем выберт. И идем общаемся. Так, телевизор забрать я могу еще раз взять. Как я его взял-то в прошлый раз? Это у нас худ. Как-то я его взял, да? Чего-то он не хочет в этот раз его убрать. Так, где-то у нас Петруха. Сразу отдаем, чтобы нужно. Потом можем не застать его. Профессор, понимаете, я не могу дать математику. Мы слышим про математику. Так, он только закроет глаза, как появляется страшная картина. Меня прижали к стене атомной станции какие-то страшные мутанты. Послушаем. Готовы разорвать клочки. А профессор говорит, окончивый инсульт с теперешними знаниями, молодой человек. Наверняка бы подались бы в стафферы. А там и до ужаса, который мы увидели, мы все недалеко. Слушай, мы-то справимся. Постой, я же тебе обещал кое-что рассказать. Значит, берешь медузу, гливерт, копыта кабанчика и руку замлака. Не смейся. Я серьезно. Бросай все это в аномалию воронка и через минут 10 твой тебя будет ждать гравий. Сам так делал, без балды. Да, держи вот у меня небольшой презент. Бенгальский огонь. Ух ты, еще и огонек бенгальский. Ну, блин, Петруха, я тебе, блядь, готов расцеловать. Конечно, артефактик не особо редкий, но это довольно-таки неплохой. Ну, вообще классно. Блядь, у меня уже столько артефактов, мы нарастили. Так нам сейчас на все хватит. Мы сейчас с вами, блядь, и то скинем, и все получим, все, что надо. Все, что можно и нельзя. На свалке совершим коду. Что-то как-то... Всем поможем. В коже пересохло. Так, где там эти рецепты? Гравий из воронки. Артефакт гравия получается путем совместной трансмутации копыток монаны, зомби, меды, зомби. Что у них совсем совести нет у этих? Еще один рецепт получили. За неделю подошвы, Гоплык. Еще один рецептик нарастили. Армия. Санкт-дата. Армейский спецнаб. Так, нам еще надо вводки. Там какую-то историю он тралит, Петруха, слышите? Короче, нам это надо. Может быть и я, если расскажу ее. Водочки ему подогнать. Нет, чуваки, не буду. Водочки ему подогнать, скупить водку бы не помешало ему. Эх, садя, у хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим до стесночком. Это все читали мы, да? Все мы читали. Вот видите, шустрым разом. На все уходится. Ага, МПС-130 с коротким стволом. Пять артефактов. А, не, не получим пять артефактов. Куда нафиг, блин? Модификанты различные у Сидора, да? Тут патроны можно получить. Мезо-модификанты. А то как-то не по себе мне. Ну, ясно, все ясно. С этим мы, по ходу дела, будем маневрировать. Надо ПДА смотреться. Слушайте анекдот, ребята. А, это все то же самое. Так, бенгальский огонь. Выносы воспринимутся четыре. Ух ты. Артефакт первого уровня. Хороший артефакт, да? Первого уровня. Плюс 64, плюс 10. Его, кстати, можно будет вешать на крайний случай. Выносливость, да? Там, если что, отвалить. Надо будет только аккумулятор втарить. Вот надо сейчас всем этим будет заниматься. И только потом, мои дорогие, выходить на свалку. Понимаете? Все делаем по умолю. Жопу не рвем. Как я люблю говорить. Все получим. Все нарастим. Аккумуляторы, пояса, усилера, пузырек скинем. Все скупим, блин. И со спокойной совестью отправимся на свалку. И там уже будем решать проблемы, все вопросы. Видите? Уже практически ночь. Сейчас осталось только нам поспать. И мы с вами практически сидр подтянется где-то в часов 6-7. Да, он там, по-моему, появляется. В общем-то, все по плану. Двигаемся далее. Сейчас, пока я дойду, еще пройдет время. Так, сейчас мы главное только собраться. Что нам первоочередное? Давайте покумекаем. То есть, как можно больше. Самое главное, первоочередное антирады аптечки. Все остальное, в принципе, мы и так сможем нарастить. Патроны, да? Антирады аптечки побольше всего этого. И патроны. Калаш есть у нас. Тузик отдали. Есть форт у нас, если что. Форт возьмем на свалку. Которую мы получили по квесту, да? Форт возьмем. И, наверное, калаш возьмем, да? Там патроны появились. Мы же не тратили их. Там тоже определенное количество скопилось. Ну, посмотрим. Можно вообще с фортом идти на свалку свободно. Потому что мы сюда еще вернемся. После свалки обратно у нас дорога лежит на кордон. Получить задание по кейсу. Ну, может быть, даже и переход на болот. Посмотрим, как пойдет. Короче, как у нас пойдет, да? Там определимся. Так, у меня радиация уже начинает. Давайте, вот, поторопимся. То есть, нам на все должно хватить. С нашим прибытком артефактов приличное количество, да? И, соответственно, там у меня в кейсе еще кровь камня, да? Один или два выверты, бенгальский, пузырек. Все это пойдет у нас на обмен медикаментов. Максимальное количество, чтобы всего этого было. Пузырек скидываем, покупаем. То же самое необходимое у Сидора. Да? Вот как-то так. Это все можно делать. Было, конечно же, за кадром, да? Ну, соответственно, я думаю, правильно сделать, что запилил серию. Тоже интересно все это понаблюдать вам, я думаю, да? Все подвиги. Мало ли, что я там за кадром. А так вы воочию увидите, как мы двигаемся. Что мы делаем и как мы делаем, да? Так, чтобы как бы полная картинка у вас в уме складывалась. Как я там что делаю? Думаю, для сталкеров, для любителей сталкера это вполне себе приемлемо. Так, вот у нас еще один выверт. Скидываем сюда выверт. Два выверта. Плюс у нас в кейсе еще выверт и кровь камня, да? Плюс бенгальский, плюс пузырек. Так, надо посмотреть, я не помню, сколько у нас. По-моему, два кровь камня в кейсе. Сколько там у нас этих. Радиация у них разная, да? У этого плюс три, а у этого плюс два. Все, вот теперь можно, наверное, падать нам спать ложиться, да? Радиация упадет? Нет. Радиация упадет? Нет, как вы думаете? Так, канистру, канистру, канистру скидываем. Так. А, он же не просил, да? У нас еще не кончился бензин, который ты принес в прошлый раз. Да и мелочевка для награды закончилась. Позже подтягивайся. Ну да, он-то еще сообщение не присылал. То, что канистру я забрал, это ясно. Ну, надо еще, наверное, нам денек. На следующее утро может прилететь. Там в обед, наверное, цель. Ну, всякое, кто знает. Тогда уже в следующий раз с этой канистрой будем разбираться. Приймали, якось, найманцы, сталпры. Так, нет, наверное, сюда я не буду уложить. Перешли до колодезя, занурили его головой в мис. Давайте, может, сюда ее заныкаем, да? Мы сейчас даже еще, наверное, в нычку смотаемся. Чтоб с утра нам не бегать, сразу все возьмем с нычки, да? Там лапа Бюлова у нас и кейс с артефактом. Мы еще раз. Как раз больше времени пройдет. А в чем прикол? И падаем спать. Главное, чтоб выброс не нагрянул. Если выброс... Если выброс долбанет, конечно, это все сломает. Нам придется ночью гулять. Но потом спать, наверное, не захочет, да? После выброса. Я, по-моему, сообщение читали мы... В кишке мы переждали. Обычно выброс через сутки должен быть. Примерно, да? Ну, так, условно говоря, по-моему, через сутки. Ладно, сейчас посмотрим и будем гадать. В общем, в целом, довольно-таки быстро, да? Все, день пролетел. Клацали артефакты нашли, мы подняли. Плюс еще частей от мутантов. В принципе, продуктивно, я думаю. Мы провели день, да? Продуктивно, друзья. Как раз-таки все получим. От Сидора то, что нам необходимо. И на свалке себя будем чувствовать просто в шоколаде. И с Юриком порешаем, и лапу отдадим, и им пешный нарастим. Посмотрим, как пойдет. Там на свалке тоже, да, конечно, будем чувствовать в шоколаде. Но там надо делать тоже все. Без лишних телодвижений, да, нездоровых. Тогда будем чувствовать. Тут игра такова, то, что независимо от сколько у тебя всего, ты можешь попасть, блядь, в такую задницу, с которой потом будет сложно выбраться. Ну, короче, в общем, в целом, это НЛС, браток. Это НЛС. Это тебе, блядь, не просто какой-то там мезо-модификант, блядь. С промтоварами, с промтоварами в рюкзаке, да? Ну, в общем, как-то так я сказал криво. Ну, вы поняли. Сейчас идем в нычку, снимаем все, что есть. Забираем кейс. Забираем этот, да. Забираем лапу бюрера. А, кстати говоря, если даже сейчас выброс будет, мы еще прогуляемся по ночи. По любасу артефакт найдем, это я вам точно говорю. Если даже сейчас у подъема будет выброс, да, это даже, может, и к лучшему. Еще какой-нибудь артефакт снимем. Вот так вот, если не спеша играть, то, как бы, переживать не стоит, да? У тебя все всегда есть. Все всегда тебе хватит. На любой какой-то там сложный, затруднительный момент, ну, то есть выход из положения, ты всегда выйдешь из воды сухим, в общем и целом. Забываешь о квестах, а просто живешь здесь в этой игре. Квесты, они сами, сами тебя найдут. Они сами тебя найдут по мере прохождения. Ты должен почувствовать зону, а зона должна понять твое отношение к ней. И тогда вы, как бы, у вас будет, вот видите, да? И тогда у вас будет правильный взаимообмен. И она тебя наградит вовремя нужным для тебя артефактом. Ну, это я так уже начинаю, конечно. У нас такой подход, действительно, сталкеровский. И ты, кстати, и в этом, да? Трудный час. Так, вот, смотрите, покажешь себя, кстати. Правильно, проявишь себя, да? Так, все, да? Вот наш кейс с артефактами. Это, наверное, тоже заберем. Надо будет это все снести. Наверное, переходка, я не знаю, за кадром. Мне это быстро на дробь поменять. А, нет, наверное, скинем там это. Сколько у нас всего? А, здесь у меня выверт только, да? А, ребят, здесь у меня только выверт, да? А где у меня кровь камня? Слушай, у меня же еще кровь камня была, блин. Или кровь камня это мы выменили уже? Ну, то есть, три выверта, один бенгальский пузырек, да, у нас? Где? А, ёпта, какой, блин, три выверта. У меня же у Стасика там в нычке еще, ёпта. Какой там три выверта? Там, я же говорю, где-то кровь камня была, я помню точно. И не один, по-моему, да? То есть, у нас в нычке у Стасика еще, в кейсе мы проплатили ему, да? Там тоже артефакт, по-моему, кровь камня, один или два. То есть, у нас получается три выверта. Кровь камня, один или два, я точно не помню. Один, по-моему. А может и два, посмотрим. И пузырек, и мигальский огонь. Ну, на все про все нам должно хватить. Один оставляем артефакт. Кровь камня оставим на этот, на Юрика. Закинем бандосика освободить, чтобы они его освободили. Остальные выменим на медикамент. Патронов у нас хватает. Пузырек скидываем, покупаем все на форт патроны. Калаш, может быть, даже я брать не буду вообще. Пойдем с одним фортом на свалку. Его вполне будет достаточно всех бандосиков отстрелять, я думаю. Он... Это, тем более, калаш ни о чем. Вы знаете, что это за калаш. Он там, блядь, дергает, его шатает. Ну, в НЛС так сделано, что надо АКМ иметь. АК-74. Там, чтобы поприцеливать. Здесь с этим АК беспонтово воевать. Но с фортом гораздо удобнее все-таки было. Тех же даже бандосиков ложить в голову аккуратненько. Да, поэтому мы, может быть, даже с одним фортом пойдем. С одним фортом пойдем на свалку. Патронов сегодня у него купим просто у Сидорка. И все будет правильно. А потом просто выменяем МПш. Вот этот вот... Не поняли, да? Возьмем... Каратыш, каратыш. Так, все, у нас три выверта бенгальский. Так, давайте упакуем их сразу, чтобы никто сто раз не лазит в ящик. У нас для восьми артефактов. Классный ящик. Сразу упакуем их. Все, отлично. Три выверта бенгальский пузырек. В нычке еще кровь камня. В нычке кровь камня. Итого у нас... Все кровь камня на Юрика. Это все скидываем на прибыток. Включая пузырек на бабосики. Ну и бенгальский там. За бенгальский. Посмотрим, может, бенгальский, кстати, первого уровня. Ну, кстати, у него выносливость в бенгальске можно вообще оставить. Купить аккумулятор. Там выносливость плюс 64. Побегать с ним. На крайний случай воткнуть в пояс. В общем, это мы посмотрим. Посмотрим. Сейчас надо нам до утра до. Житие лапа бюрера у нас на руках. То есть, соответственно, наращиваем импэшность, загоняем лапу бюрера и мы в шоколаде. Получаем наводку на суперский артефакт. Вот так вот мы действовали. Поняли, да? Почему не спеша и жопу не рвем. Вот тогда и модификация у тебя, блядь, все получается хорошо. Без матов. Как некоторые пишут. Вот, блядь, я заебался. Там не могу пройти. И материться все время. Так, конечно, если ты привыкли мы все с вами бегать по играм. Ну, как говорили индейцы, да? Носиться туда-сюда. Это ничего не получается. Если ты играешь вот так вот спокойно, равномерно, все у тебя. И артефакт появится, и покронов хватит, и медикаментов, и всего на свете. Даже на масте. Независимо от кого. Это касается всех игр. Это касается всех игр. Все вполне можно идти. Так, все мои дорогие, сейчас сохраняемся. Откажем. Здорово бути втертым сталкером. Налякатися кожного шериху. Прой не тягти багато. А у мужика того, чогось взагалі ствола не было видно. Ну, и починає той. Ну, старший. Типу приколюється. Так, кого тут взагалі, каже, боятись? Як кого, каже молодой? Ну, цих монслів. Контролери одні, чего варті. Можуть так помовчав. І каже, якось навіть ображено. О, ти дурь. Якщо б сказав зомби, чи там кровосос іще. Але ж нас, контролери. За що монстрами обзивати? Ну, це, да. Можуть на морю, короче. Залобало. Тот же самая гейдот, который у него раз слышат. От местной жратвы. Какой там кишки в узел? Ты же, блин, самый хитрый жук. Толи. У тебя всегда там загашники, что-то имеється для себя припрятано. Похарчиться, да? Там харчиться отдельно от всех. Толяныч, та жучара. Так, ну че, все. Ну, вроде как все, что надо, сделали. Падаєм. Падаєм спать. Так, блин, рюкзак забыл скинуть. Ну да, надо, надо это делать. Потом можем потерять. Выпасть просто. Я знаю, ребята. Так, ну. Ну, то, о чем я вам говорю. Ух ты, мои дорогие. Артефакт. Кровь камня. Ну, вообще классно, блядь. Мы еще и артефакт сняли. Нам зона благоволит. Видимо, все правильно я говорю. Смотрите, нам артефакт прям здесь нарисовало. Унычки. Да? Прям артефакт появился у нас перед глазами. Вот так. Правильно, значит, я все говорю, мои дорогие. По отношению к игре. Вот вам кровь камня. Теперь у нас их два. Ладно. Теперь мы вообще в шоколаде, блядь. Пакуем его. Его, конечно. Все, ладно, тихо. Я сам алкар. Так, давайте, наверное, это. Может, когда выбрать чуть потише, вы говорите с эхом. Ну да, потому что, видите, я на максимум все вывел. Чтобы по атмосфере не все было. Поэтому, конечно, так все звуки. Не, так мне не нравится. Надо делать так, как изначально запланировал. Ах, конечно. Так, да. Например, у меня есть через Это. Может. Увид loosen. inhibи. Ах, конечно. Но это не так. Нет. Немного. Это не так. Их, конечно. Продолжение следует... 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 поставили этот мида телепорт прям по центру это ни к чему еще с раздвоенный с раздвоением ходить по ночи туда телепорт по центру на выходе воткнули интересно так тихо 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 так тихо тихо мои дорогие взаимообмен зона чувствуют правильный подход и отношений вот он артефакт вот он и артефакт чё за артефакт кстати говоря хоть интересный а кровь камня так кровь камня с супер кровь камня нашли у нас их сколько тогда уже получается 3 артефакт 3 3 или 2 до 3 кровь камня 3 выверта бенгальский пузырю вообще в шоколаде мы сейчас вообще с вами на меня и мама не горюй так чё там собаки появились кровь камня по моему класс 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 зона вот и прям вообще меня одарила в этот заход погулять вот мы прогулялись мы сколько мы нарастились уких добряков три артефакта вообще да да так что за кадром можно все это делать но мы блин какая тима куда дальше идти не хочу на самом-то не надо его как-то чуть подвигать наш персонаж чтобы немного устал и падать спать видите да я вообще не вижу двух метров фонарик можно фонарик у меня уже нет батареек у костра что ли пойти тупо посидеть послушать братку смотрите как в жизни на нлс творить чудеса как в жизни в реальном пойдемте что с братвой артефакт нарастил от греха подальше посидим часик с братвой да и потом как раз уже захочет спать я думаю часов с братвой посидим в такую темноту в такую тему как-то чревато гулять по-моему у нас кем тут посидишь все спать завалились да я наверно уже тоже спать хочу часика два он поспит часика два поспит в 5 или 6 он появляется сидор так вот видите сколько у нас с вами артефактов еще в нычке у меня один круг камнем и мы вообще с вами все получим от сидор то что нам необходимо просто вообще все а за пузырёк мы вырулим копейку и и накупим самое необходимое еще я имею ввиду не только патроны там я хотел какие-то прибуду у него есть так ну чё друзья мы готовы с вами сейчас надо правильно все нам сделать упаковать таким образом что все было по масте на свалке чтобы скидываем пока все артефакты так тихо не дергайся открываем рюкзак начали все радиоактивно запуливаем антирады аптечки первоочередную так сидор давали это не тяни резину эти я тебе и так долго ждал здоровье здоровье так берем сколько-то антирадиационные 2 2 штуки за канисту 3 даю так дальше поехали сейчас наверно сразу два вытаскиваем успеем затурить там это радиация не особо то плюс 3 плюс 5 сейчас радиация ну успеем или скину сейчас сразу же аптечки берем ага давай аптечки сколько он там дает пять штук отлично замечательно так подожди подожди а этот наверное скидываем этот скидываем 7 аптечек этих у меня там еще внычки неплохо препараты хороший товар так супер два кровь камня бенгальский пузырек и бенгальский молодец лично я доволен отлично что у нас к чему так это все скидываем кейс артефактов то есть кейс пустой артефакты все на руках два кровь камня бенгальский пузырек у нас все скидываем ребят все скидываем бенгальский стати муж оставили так чё у меня в нычке так ну-ка стасик открывай давай у меня там день не прошло срок и не прошел еще а то есть срок не прошел а может продлиться тебе говоря но мы этого делать не будем еще да сразу накинул там у нас еще срок не прошел так чё у меня нычки а слушай у меня нет артефактов нычки так ну чё калаш может все таки стоит взять блин у меня 6 антирадов нычки у нас кстати говоря вообще мы в шоколаде по антирадам так туда живем тогда живем так ладно ребят давайте сейчас концентрируемся чтобы это все надо вспомнить мне молча по сделаем все чтоб нам правильно выйти на свалку как надо так чё там по информации ребят быстренько про это все мы вроде да спросили смартфон это у нас по верга сумму моему подгоним пда а мы ему подгоним пда а артефакт я ему конечно не отдам ну да просит артефакт да так сколько да выброс верга заходил жаловался на радикулит а что завтра ночью снова ударе так а чё вот кстати говоря что мне дальше то делать ну ты выдал что тебе делать голова не соображает ты же хотел центру зоны топать знакомых искать так вот и иди дорога к центру известная на север там и бары и другие места где можно встретить достаточно давно топчущих эту аномальную зону на север двигай другой дороги нет так на север говоришь да кстати там по дороге к бару есть небольшой пост долгарей но эти что от зоны мир пытаются защитить тоже не защитнички ну так вот сейчас этим постом командует право чёрт его знает может и в заправду бывший прапорщик ну вот он тут был не так давно и обещал мне показать одну вещь что ему по случаю досталось да что то нет ни слуху не дух увидишь его спроси как там это дело договорились прапор говоришь ладно буду по пути вот стать вот это сразу запустим чтоб по избежание казусов остальное вроде как все сделаю короче двигаемся ребят с этим двигаемся с фортиком ты не врубаешься так а это кстати говоря по этому если на журнале навряд ли да по просьбам то есть по огнемету это надо самостоятельно нам будет подтянуться к свет к этому на прапору это еще поэтапно будем делать начнем с юрика короче мои дорогие двигаемся с фортиком почесал я репу не буду не канает брать это это да а ксу то есть будем работать с фортом на свалке ну в принципе можно двигаться на я не помню знаете что не помню сколько надо кузнецу водки то ли пять то ли десять блин вот сейчас вот ее тащить не тащить оставлять не оставлять у меня то есть пять бутылок так друзья мы пошли пузырек то мы не скинули приблуды не взяли надо все что есть у него скупить я имею ввиду в плане аккумулятор мы не взяли бенгальский оставим на случай если вы носите что тебе да там использовать в поисках вот это дело то мы не купили с вами все подготовились а тот же аккумулятор то надо приобрести так ну давай не наворачивай сколько кстати говоря он за этот пузырек даст так а это у нас соответственно да этот у нас артефакт требуем ну пусть потерпит думаю вергостом кружка его никуда не денется этим отдадим ему пять кода так сколько ух ты девяносто косарей ребята живем девяносто штуки сейчас все что надо куплю девяносто штуки у нас с вами собаки там эти да защита ничего страшного ну лучше девяносто штуки возьмем да так нет батонов мне ни к чему у нас все время с вами на еду тянет да так вот наручные часы аккумуляторной батареи вот это необходимо нам все вот это вот очень поможет нам сейчас эти разберемся с часами надо посмотреть может и бинокль возьмем внести с флягой спички еще возьмем неплохо хороший товар сейчас поковыряем как всем этим делом пользоваться часы там да надо посмотреть неплохо колбасы еще раз хороший товар короче мы полностью упакованы выйдем на свалку друзья gps маячок даже можно да сделать неплохо хороший товар так ну что берем флягу наверное да фляга пригодится бинокль может взять давайте флягу и бинокль возьмем или нам ну что то по-моему где то мы бинокль хороший товар ну я не уверен ребят честно скажу в смысле когда он там появится мне бы он сейчас уже не помешал неплохо хороший товар там какой то квест мы мне писали по-моему да где то там вот так бы всегда не страшно у нас уже будет бинокль так ну все вроде да все вроде все что надо мы сделали тут пообщались запустили диалог по как его так посмотрим в чем нычки еще внимательно диалог запустили по огнетушителю огнетушителю огнемету так чуть-чуть разгрузимся оставим прибытка зачем нам так много армейского ставим водку тоже наверное не понесу я там по моему все таки десять ему надо да десять пузырей десять пузырей ему надо так семь этих шесть этих антирады аптечки спички бинты ну все вообще упакованные по моему даже лучше и не придумать чтобы совершить все что можно и нельзя на этой свалке без я имею ввиду без проблем всем помочь всех спасти и совершить так чехол для фляжки это у нас открывает чистить начинает маску сейчас надо разобраться как там с водой он еще набирает вообще какие правильно пользоваться этой флягой то есть видите тут тоже свои заморочки это допустим он в руки взял вот он обратно упаковал ее в чехол да положи это он в руках предположим да держит типа из чехла достала это допустим протирать начинаем да маску в общем целом с этим будем маневрировать потом да когда костюмы растим так давайте теперь посмотрим как часами моим маневрировать в смысле как он подключает часы на какую так вот взглянуть на часы f5 да взглянуть на часы f5 смотрим так отлично смотрите какие матерые часики у нас 813 по радиации 80 микроренген да и радиацию показывает еще и время и день какой класс матерые часики у нашего персонажа да с вами нарастили не зря пузырек я скинул нафиг нам это защита от собак да он там защиту от собак зачем нам это надо сами подумать мы и так прорвемся да зато у нас часики появились может когда то конечно они и по квесту появятся но мы этого не знаем поэтому без разницы у нас они сразу появятся и часы и бинокль у фляга да я кстати это и хотел сделать так ну чё примерно как то так и будем двигаться да я блин с калашумом у меня есть сомнения может все таки оставить только этот блин фортик да я же хотел с фортом двигаться какие то сомнения есть а вдруг там ничего не пойдет не так да надо будет быстро отстреливаться мне и калаш понадобится кто его знает да а может и не понадобится так ну чё так если мы двинемся нормально будет как вы думаете хватит нам на все ну ка чё там с аккумулятором мы не посмотрели где там аккумулятор наш ну-ка покажи как ты им пользуешься так втыкаем сюда аккумулятор вот он да батарея а вот и соответственно в этот слот у нас падает артефакт да выносы 64 бенгальский огонь класс на крайний случай если там перегруз какой можно будет воткнуть да можно будет воткнуть туда оставим бенгальский еще два артефакта кровь камня у нас замечательно думаю всего должно хватить так давайте сейчас еще подтянемся к генераторщику посмотрим как там с водичкой там же он воду набирать должен сразу заполним наверно флягу да заполним водичкой заполним флягу водичкой и будем выдвигаться мои дорогие следующая серия уже на свалке да так у нас канистра сообщение еще не прилетал так вот сообщение по топливу не прилетал так мы еще подняли при копейку и антирадов можно было бы нарастить видите да сообщение не прилетал но зато воды мне надо набрать да есть все есть только гони рубликов это пятьсот вполне достаточно ну вот держи в подвальчике можешь набрать но это мы знаем где набрать просто как он там набирает набрать воды все просто набираем без всяких тут манипуляций ага есть водичка набираем ничего не надо придумывать все просто набрал водички годится годится на самом-то деле нужна ли она нам сейчас что я буду ей протирать это я вначале я забыл про этот момент думал как то пить ее надо в смысле да там горло промочить а потом вспомнил он же маску протирает ну смысле костюм да когда будет у нас с этим смазка это нам нужно убирать грязь со стекла так то есть видите на вот у нас полная вода вот это в чехле тут допустим если использована достала есть чехла и спокойненько и вот таким вот образом наверно как-то мы протираем но это надо дополнительно там узнать что там напишите как правильно пользоваться и потом когда надо будет нам это делать разберемся сейчас в принципе пусть она в чехле стоит да думаю таким вот образом как-то надо из чехла ее достать а потом то есть вот вот здесь вот он может ее использовать как-то открыл допустим да а видите еще дополнительные три слота зачем-то нужны все вот открыл да крышку открыл можно почистить маску предположим ладно ну что ты разорался так еще раз посмотрим все в порядке ну что мы справимся я знаю нормально все да справимся вот бинокль ну-ка как у нас дела обстоят тоже тоже нам пригодится и бинокль нам тоже пригодится ну и все поздравляем вас мы вроде как упакованы полностью можно двигаться на потихоньку потихонечку потихонечку выдвигаемся да да приближать неплохо в часики на мази да 841 70 микроренген тоже радиацию показано в принципе классно мы упаковались можно выдвигаться судя по всему угу кажется я мази как